Приветствую вас, значит, смотрите, Оксана. Для того, чтобы понять, что у человека в голове, да, то есть мы вообще психологи не катают. И очень маленький текст, очень маленькое описание проблемы, вот, то есть у вас были отношения, у вас отношения длились, а потом у вас отношения распались, ну, по ряду причин. И вы описываете поведение человека. Папа с чудом скоба подопьет, он очень нервный, ласковый, как будто меня любит, вот, все это в итоге сводится к сексу, да, встречаемся для здоровья, все хорошо. А вы спрашиваете о том, как его понять, как понять человека, но ведь мы его не знаем, мы не знаем этого человека. Мы не знаем его, мы не знаем вас. Понимаете? И вы сейчас, к сожалению, предлагаете нам гадать. По факту. Ну, гадать это, знаете как, это пальцем в небо стыкать. Ну, мне бы этого не хотелось. Мне бы не хотелось стыкать пальцем в небо, если честно. Вот. Поэтому, первая рекомендация будет все-таки более подробно, как описать ситуацию, да, то есть, может быть, выбрать себе эксперта, одну консультацию провести, провести. Обо всем подробно поговорить, все подробно обсудить, тогда, может быть, будет понятно. Это первое. Второе. Как вы восприняли, вот именно вы, лично вы, как восприняли фактор вставания с молодым человеком? Как именно вы восприняли то, что вы больше не вместо? Вам было больно? Вам было... как? Так. Что вы потеряли по чувствам, по, ну, по тому, что вы чувствуете? Что потеряли с его ухода? Потеряли ли что-то? Осталась ли у вас обида на него, к примеру? Осталась ли, к примеру, какой-то, отцасти какой-то негатив к нему, например? По какой причине вы продолжаете с ним встречаться? Ну, то есть, я так понимаю, что дело не только в сексе. По крайней мере, у вас. Вот. То есть, я не знаю, конечно, насчёт него, да, но, как мне показалось, вот, у вас дело, ну, не только в сексе. Вот. Я могу ошибаться, я могу ошибаться, я не знаю, я могу ошибаться, но мне показалось так, что дело не только в сексе. То есть, первое, что нужно, да, это вот, ваше отношение, субъективно, к человеку. Это первое, это второе, следующее, да. Чего вы хотите сейчас? От него, в принципе. Знаете, если вы хотите, чтобы он, к примеру, изменился, да, ну, то есть, чтобы он поменял свое поведение, как-то, чтобы он, как-то, вот, иначе себя вести стал. Если вы этого хотите, если вы так хотите, чтобы было, то для этого нужно моделаться. Для этого нужно менять его поведение, то есть, не пытаться понять, что у него в голове. У него там в голове может быть что-то угодно. Ну, он действительно может вас любить, он действительно, у него могут быть действительно к вам ничего. Может быть, он вас не любит, а просто использует, несмотря на то, что вы, как бы, отвергаете такой расклад. Да, то есть, абсолютно не важно, почему он так поступает, абсолютно. Важно другое. То, что он поступает так, и то, как вы реагируете на это, и чего вы хотите. По факту. Вот. Из этого нужно исходить. Понимаете? От этого нужно исходить. По сути. По сути дела. Вот. И все, на самом деле. Ну вот. По крайней мере, так видится мне. Исходя из того, что вы пишете. Понятно, да? Причем, это все вы не описываете. То есть, вы не описали, да, что вот, ну, что бы вы хотели. То есть, если вы хотите, к примеру, там, быть вместе, да, то хорошо. Или, там, попробовать отношения, например, наладить. Хорошо. А, вы строго опыта для этого сделать. Вот, например, в психологии, да, к примеру, очень не рекомендуется спать с пьяными. То есть, считается, что выпивший человек, да, это, как бы, ну, животное. Больше похоже на животное. И женщина, которая спит в пьяном, да, она, как бы, ну, спит животным. Вот. Я понимаю, эта позиция такая может показаться ханевской. Вот. Я не то, чтобы ее, как бы, полностью разделяю, да, я хочу, чтобы вы поняли это. Но, я думаю, что доля истины в этом есть, доля рационального зорна в этом есть, в том смысле, что вы, как бы, вступаете в связь с человеком, который, который, ну, не совсем естественно себя ведет, да. По сути. И мне кажется, что, вот, если у вас, к примеру, все в порядке с самооценкой, к примеру, то вам не нужно этого. Это вам не нужно, чтобы человек с вами спал в нетрезвом состоянии. Конечно, если вы просто удовлетворяете с ним, так сказать, свое сексуальное желание, то это одно дело. Тут, как бы, исключительно ваше право. Но, мы-то говорим о чувствах, мы-то говорим о том, что у вас какие-то чувства к нему есть, мы-то говорим о том, что вы чего-то хотите, да, помимо вот того, что есть сейчас. И это, в общем-то, все меняет. Только, если вы хотите чувствовать, то спать с ним, ну, вот, при том условии, что мужчина пьян, ну, ни в коем случае не стоит. Ни в коем случае. Общайтесь, если хотите, но спать ни в коем случае не стоит, ни в коем случае. Потому что, ничего хорошего из этого не получится и не выйдет. То есть мужчина так и будет продолжать вас использовать, он так и будет продолжать вас с вами встречаться. А иногда просто у него появится девочка, друга. Вы это узнаете, вам будет плохо, вам будет тяжело, будете чувствовать себя обмануты, использованы и так далее. Я не думаю, что вы хотите для себя этого. Вот, я не говорю, что это произойдет обязательно, но это может случиться. Это может случиться. Поэтому категорически не рекомендую вам подращать такого рода отношения. Если вы хотите именно чувства, если у вас есть чувства к человеку, если вы вот не можете просто вот встречаться с ним ради секса. Если он встречается ради секса, то без проблем. Вам ничего не будет. То есть, страшного здесь ничего не будет. Сколько, сколько-нибудь. То есть, ушалшного здесь тоже ничего не будет. Если здесь только ради секса. Чтобы вы с ним встречает. Обратите внимание, да, что вы хотите понять его. Не себя, а его. Задавая вопрос именно психологу. Вы хотите понять всего, но при этом по такому маленькому количеству информации, такому небольшому количеству информации. Это тоже наводит на определенные мысли. Может быть, это наводит на мысли о том, что человек для вас слишком важен. Слишком важен. Вы же почему-то расстались. Из-за чего-то вы же с ним расстались. По какой-то причине вы же с ним расстались. Вот. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, было бы правильно и решить все эти моменты. Да? Вот. И тогда уже будет несколько более понятно, куда вам идти. Вот. Я бы рекомендовал вам выразить, вот как-то вот выразить свое отношение к нему, да? То есть вот, допустим, ну, допустим, что вы чувствуете? Допустим, даже по отношению к нему. Как бы вы выразили свои чувства к нему, к примеру? Как вы выразили свои чувства? Вот. Вы его любите, например. Он вам нравится, например. Вы хотите быть с ними, например. Или вы без него не можете. Или он самый лучший. Или кто-то еще. Вот как бы вы выразили свои чувства? Что в этом, вот в том, как вы выразили свои чувства, что в этом есть для него и что в этом есть для вас? То есть, грубо говоря, над чем? То есть, что касается вас, да, и что касается его? Какие чувства направлены на вас, а какие чувства направлены на него? То есть, если вы, например, говорите, я хочу, допустим, быть с ним. Ну, к примеру. То вы не говорите про него. Вы говорите скорее про себя. Вы говорите, что это я хочу быть с ним. Что это мне он, там, к примеру, нужен. Понимаете? Вот. А это совсем не то-то самое. Если вы говорите, что, к примеру, я хочу, чтобы у него было все хорошо, я хочу, чтобы он был счастлив, допустим. Допустим. Что это уже совсем по-другому. Но тогда и поведение ваше, да, тогда и поведение ваше совсем по-другому будет строиться, к примеру. Будет строиться совсем не так, как вы ведете себя сейчас. Короче говоря, подумайте, что в этой ситуации вы делаете для себя, чисто для себя, и что вы хотите в этой ситуации для себя, а что в этой ситуации вы делаете для него. И когда вы делаете что-то для него, вы не вредите себе, а когда делаете что-то для себя, соответствует ли цена тому, что вы делаете? То есть, условно говоря, стоит ли оно того? Смотрите ли вы, можете ли вы сейчас уверенности сказать, что оно того стоит? Лично я думаю, что, ну, коль вы говорите, что нужно исключить, да, факт, что он вас использует, Лично я думаю, что у него есть к вам чувства, но он либо считает, что не сможет быть с вами, да, то есть не сможет, ну, выдержать, не сможет выдержать отношения, не сможет удержать вас. Да, вы же почему-то расстались, да, вот, и, судя по всему, проблемы, по которым вы расстались, да, этот конфликт, противоречия, вы не разрешили, ну, до сих пор. То есть, как бы, разрешения в этой ситуации нет, вот. Мужчина считает, что он вас не удержит, и поэтому предпочитает просто взаимодействовать с вами. Например, на том уровне и в той форме, какая ему наиболее выгодно и удобно сейчас, вот. Либо он просто трус и испугался того, что ему придется взять на себя более серьезные обязательства. Может быть, вариант такой, что ему просто с вами было тяжело в отношениях, и что вот так он себя чувствует лучше. Ну, тут, опять же, тут очень много разных вариантов, да, и, мне кажется, высказывать такие предположения, это очень самонадеянно будет со стороны психологов, вот. Ну, и вы, и вы знаете ситуацию сами лучше, чем бы кто-нибудь ни было, вот. Поэтому для меня ваша такая вот позиция, да, ваш такой запрос, да, он, конечно, не совсем, не совсем понятен, вот. То ли вы очень уверенный в себе человек, и готовый вообще любого слушать. То ли у вас есть уже своя собственная позиция, и вы хотите ее либо подтвердить, либо опровергнуть. Ну, а, понимаете, это, опять же, не, скажем так, не терапевтический процесс. Это, скорее, психологическая игра в большей степени. Я вас не обвиняю, да, я просто говорю, как вот оно есть, как оно может быть. Поэтому, пожалуйста, подумайте обо всех этих вещах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.